Всем привет! С вами Елена Вивас из Аргентины. Сегодня у нас 25 мая, день революции, майской революции в Аргентине. Это день Родины, день Отечества и для многих по сегодняшний день, спустя 200 лет, это продолжается день борьбы за своих права. И поэтому я выехала в центр Буэнос-Айреса. Вот сейчас за моей спиной обелиск, главный символ и Буэнос-Айреса, и всей Аргентины. И идемте прогуляемся по улицам, посмотрим, как отмечают этот праздник сегодня в Аргентине. Субтитры создавал DimaTorzok Как видите, улицы самопроизвольно перекрыты, демонстрантам офис на движение в городе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В связи с этим случаем главная диагональ города тоже перекрыта для движения. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Кому борьба, кому заработки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 О, даже фернет наливают О, сзади меня тетя Подержит фернет Так что, кто хотел Реальную жизнь Аргентины увидеть Вот сегодня центр города Превратился в эту вот Реальную жизнь Сегодняшней Аргентины Со всеми ее Ливацкими движениями Наслаждайтесь Если вам это так нравится Просили, получайте Фернон 原юн Фернон Игнов Фернон На Готов Берку Берё긴 Гас € каждое В Лили Вы И вот мы уже приближаемся к Майской площади. А здесь уже пробки на дорогах из протестующих, несут иконы с изображением Кристины и Эвы Перон, Хуаном Перон. Поэтому происхождение всех этих движений, понятно, даже без лишних слов. Я уже ушла на тротуар, поскольку идти по дороге невозможно. Майская площадка На Майской площади в Буэнос-Айрес, которая является главной площадью страны, поскольку она находится напротив Дома правительства, было вызвано тем, что 25 мая, в главный национальный праздник Аргентины, на площади должна была выступать вице-президент страны. Осужденная в данный момент к шести годам лишения свободы за участие в коррупции Кристина Киршнер. И вот этот весь народ, он пришел, чтобы ее поддержать. Вот такая всеобщая любовь народа к вице-президенту. И вот такая вот она загадочная страна Аргентина, которую умом не понять. Ее просто нужно полюбить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Есть ли другое лицо у Буэнос-Айреса, в отличие от того, что я обычно вам показываю? Конечно, есть. Поэтому вот я вам сегодня вышла специально в свой выходной день, засняла манифестации, которые проходят в городе. Это, в принципе, нередкое явление. И даже в самый первый мой выезд в город Буэнос-Айрес, он тоже был таким. И поэтому я неоднократно говорила, что Буэнос-Айрес мне не сразу дался. Первый месяц-два я даже думала о том, чтобы выбрать другую страну, потому что это не то, что мне нравится видеть каждый день. Но Буэнос-Айрес – это огромный город. Буэнос-Айрес, он разный. И каждый сам выбирает, какой Буэнос-Айрес ему больше подходит. А кто-то от таких видео получает эстетическое наслаждение. Ну, получайте, я вам показала еще одну магистраль главную. Перекрыли, тоже вон идут манифестации. Кому нравится, наслаждайтесь таким. А такое здесь тоже для вас есть. Мне же больше нравятся тихие, спокойные улочки. Мне нравится красивая архитектура. Мне нравится изучать историю этой страны, природу этой страны. Поэтому и дальше я буду вас знакомить, именно как мне говорят, с розовыми соплями Аргентины. Но нравятся они мне. И поэтому я знаю, что все, кто смотрит мой канал, тоже люди с хорошим эстетическим вкусом. Им нравятся красоты Аргентины. Кто-то не донес свое пиво до манифестации. Это очередь в бар поесть традиционного локро. А я свое праздничное патриотическое локро 25 мая решила поесть в этом историческом баре «Эль-Поэзия», который в 80-х годах был местом встречи литературной и художественной богемы Сантельмо, излюбленного района интеллектуала. Это мой локро. Это такая похлебка из кукурузы, мяса и тыквы, которые подают во всех барах и ресторанах Аргентины 25 мая. Традиционно это блюдо из северных районов Аргентины. Конец мая – это уже начало зимы в Аргентине. Самое время согреваться сытными блюдами. Кстати, каждый столик в этом баре отмечен тем, что здесь любил засиживаться тот или иной поэт. Я за столиком Эктора Негро. Субтитры делал DimaTorzok Поскольку 25 мая в Аргентине также принято есть местные пирожки с мясом Эмпанадос, а в предыдущем баре Эль Пайзе их не было, поэтому я отправилась еще в один бар. Тоже он исторический. В качестве напитка я себе здесь заказала так называемый субмарина, подводную лодку. Я очень люблю какао и шоколад, но с ними в Аргентине немножко напряжно. А вот самому сделать горячий жидкий шоколад из горячего молока и шоколадки такая возможность у вас есть абсолютно в любом баре. Это вот, кстати, девушки, подошедшие с манифестации, тоже решили не под дождем мокнуть, а здесь же перекусить горячей пиццей. Плитка шоколадки очень быстро растворяется в горячем молоке, и вот уже жидкий шоколад готов. Ну, а это праздничная Эмпанада с мясом. Потом всем баром был торжественный просмотр выступления Кристины Киршнер на Майской площади. Официант постоянно подходил, поднимал громкость, чтобы все могли послушать, как Кристина рассказывает о том, что только она вышла на трибуну, и сразу случилось чудо, перестал идти дождь. Ну, пофиг, что он весь день шел в режиме то потухнет, то погаснет. Главное ведь о чуде сообщить. В связи с манифестациями сегодня первый раз за год жизни в Буэнос-Айресе вижу Мафальду практически в городом одиночестве. Вот какая-то девушка пришла сделать фотографию, но очереди нет, потому что обычно вот здесь вот стоит очередь. Если это выходной день, это целый квартал. Если рабочий день, полквартала, но очередь есть всегда. Сегодня нет никого, все на манифестации. Ну, а у меня, впрочем, на сегодня моя прогулка по праздничному Буэнос-Айресу закончилась. Кстати, если хотите от меня экскурсию, видеоэкскурсию по Сан-Тельмо, пишите, сниму и познакомлю вас с этим самым старым районом на территории города Буэнос-Айреса. Всем пока-пока. Не забывайте там подписаться, оставить комментарий и поставить лайк. Вам ничего не стоит, а мне приятно.